Всем привет! Приношу свои извинения за качество плохой съёмки. Ловлю момент, пока у нас есть интернет. Как бы числа 9, 10 и 11 интернета не было. Сегодня 12 число. У нас в 10 часов утра где-то дали интернет. Но вот пока есть возможность, хочу вам показать, что у нас происходило. Как бы я 9 числа ездила в деревню. И вот 9-го нас обрубили интернет. И А1 обрубил, и МТС, и Белтелеком. И как бы посмотреть новости в интернете или ещё что-нибудь не было возможности. Только был зомби-ящик. Ну, там как... Я не верю, в общем, ему. И решили, в общем, съездить в А1, так как я являюсь абонентом А1. Спросить, почему нету интернета, что случилось. И съездить потом сам в город Минск. Посмотреть, что там творится. Ну, в общем, смотрите дальше. Сами спасибо заранее. Спасибо за просмотры. Распространяйте, пожалуйста, это видео. Так, сегодня идём в фирменный центр А1. Разбираться, почему нету интернета. Разбираться, почему нету интернета. девушка я хотел бы написать фирменный центр компания 1 дает объяснение по поводу того что 9 10 числа интернет был отключен ожидаем девушки может вы объясните нам на камеру почему у нас не работает интернет как представитель компании один вы можете дать внятное объяснение причина по которой не работает интернет потому что многих людей на интернете завязано заработок и мы теряем мы просто не можем работать вас без комментариев вы скажите почему 9 9 10 числа я не могу попасть ни на какую страницу интернета ничего не могу открыть мне не работает мои клиенты не могут дозвониться ко мне не могут найти мою страничку и не могут провести платеж я не могу снять деньги с карточки потому что у меня все завязано на интернете интернет не работает второй день у вас зарплата не зависит от того что работает интернет или нет похоже что нет а с кого с кого брать компенсацию за потерянную выгоду и и и и и и Девушка, вы можете повторить на камеру? Да, потому что вы меня в интернете снимали. Хорошо. Я останавливаюсь, чтобы вы меня снимали. Понимаете, в чем дело? Я оплачиваю интернет. Я вношу предоплату. И ваш биллинг ежедневно у меня списывает эти деньги. Понимаете, о чем я? И то же самое, 9-10 числа я хотел бы, чтобы эти деньги, во-первых, либо мне вернулись, во-вторых, чтобы моя потерянная выгода от некачественной предоставленной услуги была компенсирована. Или я получил хотя бы доказательную базу того, что интернет не работал, чтобы я мог в судебном порядке предоставить доказательства суду о том, что у меня интернет не работал, и я потерял прибыль. Понимаете, о чем я? Да, я вас понимаю. Вы можете мне предоставить какую-то доказательную базу, справку или еще что-то о том, что интернет не работает и не работал 9-10 числа? И по какой выручке? Скажите, пожалуйста, как я могу к вам обращаться? Павел. Очень приятно, Павел. Меня зовут Анастасия, я руководитель. Что касается компенсации, данный вопрос будет рассматриваться по факту завышения данной ситуации. Я могу вас снимать? Нет, я попросила бы вас не снимать. Хорошо. А что касается компенсации, то эту ситуацию компания будет рассматривать. Так, хорошо. Если вы будете рассматривать, но я могу рассматривать тоже в рамках суда. Я хотел бы, чтобы, если суд мне скажет, предоставьте доказательства того, что он не работал, что мне можно предоставить в качестве доказательства? Что? Как я им сказал? Представляя из практики, суд запрашивает какие-то документальные подтверждения. Чтобы получить документ от нашей компании, необходимо обратиться письменным. Если вам нужен письменный документ для предоставления в дальнейшем каких-то органов, можете обратиться письменным в нашу компанию. Так, хорошо. Письменный. Если вы желаете получить письменный ответ от нашей компании, для дальнейшего предоставления документов каких-то органов, пожалуйста, вы можете попросить письменным. Мы в магазине неуполномоченной компании предоставляем какого-то рода письменный ответ нашим клиентам. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Так, заходим в Евровод. Терминал работает. Так, что у нас тут? Что у нас тут? Люди в масках. Не пускают. Не дурак. Дальше поехали. Машину набираем. Машину убираем. Прогоняются в машине. На площади никого. Странно. Машину прибираем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Доченька, подожди, пожалуйста, чуть-чуть, подожди Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тише, 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 пожалуйста, потише. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тише, 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 тише. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лена, да по спину ты лежи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас уже ни одного мента не будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а вдруг какая будет машина ехать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тише, 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 тишина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тише, 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 тише. Тише, тише, тише. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Паша, это мы тебе сейчас? На стол. Прошу прощения, закончилась память на телефоне. Катимся дальше по Минску. Тот промежуток, в который мы приехали без камеры, никого мы не встретили. Все уже сидят по автозакам, всех кто пришел, я уверен, что сидят уже в железной машинке. Прошу прощения. Прошу прощения. Прощения. Прошу прощения. Приплодка. Прошу прощения. Продолжение следует... 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 Пожарники. Пожарники без номеров поехали. Опять медиция? Пожарники, наверное, все водометов оттачивают в воду. Автозак. Автозак из номера. Но все же нормальные люди, вон нормальные машины едут с номерами. А эти без номера. Бандиты. Ну вот, проезжаем к Забинску. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.